Поэтому мы отправляемся обратно в игру С клинфидом будем бороться, надеюсь, что в итоге получим какой-то нормальный вариант Пока, приглашаю вас на карту Expedition Lost 1-0 Главный фаворит этого турнира Yo Flash Wolves Parting ведет в Best of 5 противостоянии с Mind Sanity Reign Напомню, что не так давно и Parting и Reign представляли одну и ту же команду SK Telecom T1 Ну у Parting вообще очень богатая история во втором StarCraft Напомню, что он начинал в команде StarTale в 2011 году В конце 2012 был звездный час партинга Когда вроде бы вот была эпоха доминирования зергов Да, зерги всех выносили Называли мы тот период в истории второго StarCraft'а зергокрафтом Но Parting со своим коронным билдом в центре имморталов И с другими довольно интересными билдордерами Сумел очень быстро прорваться в топ И сумел стать чемпионом мира в 2012 году по двум разным версиям По версии World Championship Series Самой престижной выиграв в финале Battle.net World Championship Заработав 100 тысяч долларов И по версии World Cyber Games Победил Parting на последнем ВЦГ По второму или нет, подождите, не на последнем Еще же в 2013 году, да, вроде бы было ВЦГ Я почему-то запамятовал, но В 2012 году, в общем, точно победил Parting Это я вам могу сказать на 100% Будучи уверенным И как раз после этого, после такой уверенной победы После двойного статуса чемпиона мира Parting пригласила команда SK Telecom D1 В которой уже на то время сильнейшим игроком считался именно Рейн Рейн появился в составе SKT довольно давно Еще в году, так в 2009 он начинал свою профессиональную карьеру Где-то ближе к 2010-2011 году он начал более-менее светиться на пролиге В индивидуальных соревнованиях у Рейна по брудвару не было абсолютно никаких достижений Ну, само собой, у партинга-то вообще в брудваре Не было не то что достижений, а статуса профессионального игрока А Рейн хоть и был профессионалом, но ни разу не прошел отборы ни на OSL, ни на MSL На две главных лиги по первому StarCraft на то время в Корее Тем не менее, он здорово играл на пролиге И даже получил титул новичок года на пролиге, насколько я помню В сезоне 2010 года Ну, вот после перехода на второй StarCraft как раз Рейн расцвел И начал показывать просто великолепные результаты Фактически, вот как раз когда Кеспа только переходила на второй StarCraft Было это в начале 2012-го, в первой половине 2012-го, может быть Вот именно тогда Рейн считался сильнейшим из игроков Кеспа То есть сильнейшим из когорта тех игроков, которые только перешли во второй StarCraft И справедливо считался таковым Рейн Напомню, что он здорово выступил на WCS Кореи прежде всего А затем стал чемпионом WCS Азии Но вот как-то затем у Рейна пошел определенный спад результатов И надо сказать, что не получилось у него как раз после прихода партинга в команду Железно застолбить за собой место номер один игрока СКТ У СКТ вообще вместе с партингом, если помните, ну нет, чуть позже все-таки Но пришел в команду и Солки, то есть там вообще был суперзвездный состав С Рейном, партингом, Солки, Су, который выходил в финалы GSL постоянно С классиком, который тоже через некоторое время выйдет в финал GSL Вот там партинг и Рейн постоянно соперничали за звание лучшего протаса Ну, я даже не знаю, не могу сказать, кто в итоге там победил Потому что, опять же, и Рейн не всегда стабильно выступал И партинг, как правило, не идеально играл Но, наверное, все-таки, по крайней мере, моральным победителем был именно Рейн Потому что в индивидуальных соревнованиях у него результаты были лучше Сейчас, конечно, все это ничего не значит Сейчас именно партинг фаворит номер один всего турнира И посмотрите, как здорово фаворит номер один поймал Оракула Оракула, который должен был по задумке Рейна как минимум выманить фотон оверчардж Но ничего у Рейна из этого не получилось Оракул был уничтожен двумя фениксами Вслепую, фактически, партинг соперника законтрил Он не знал, что Рейн идет в Старгейт Он не знал, что Рейн идет в Оракула И все равно он построил фениксов Соответственно, с Оракулом справился Единственное, что сейчас не получилось у партинга, это защитить свой Нексус Я думаю, что ничего страшного в этом нет для протаса Йоу Флэш Вулс Именно в эту тайваньскую команду Партинг перешел после того, как ушел из корейской СК Телеком Т1 Ну а Рейн, как вы понимаете, что вполне логично Перешел именно в швейцарский коллектив Майнсенати Покинул СК Т в конце 2014 года То есть более-менее одновременно с партингом Чуть-чуть позже Фениксом не сумел забрать Оракула только что партинг Смотрите, Оракул на красных хитпоинтах выживает Три хитпоинта, насколько я вижу, осталось Но сейчас сразу тремя Фениксами, конечно, можно легко добить Да, красиво все делает партинг Ну и теперь какая задумка у партинга Смотрите, Рейн пытается запереть соперника с центрями Но партинг, чтобы помешать Рейну это сделать, попробует следующий маневр Он подождет, видимо, еще одного до варпа Затем в какой-то момент просто налетит Фениксами Поднимет центрей, чтобы у соперника не было возможности использовать форсфилды Ну и дальше, понятно, попробует Попробует просто в чистом поле разобрать оппонента Причем смотрите сейчас, какая интересная задумка у Рейна Рейн начинает строить своих Фениксов И он решил, кстати, от греха подальше отступить Может быть, заметив, что партинг камней пробил Может быть, по какой-то другой причине Так вот, Рейн решил от греха подальше отступить И при этом он сам продолжает штамповать Фениксов Обратите внимание То есть Фениксов строит не только партинг, но и Рейн Задумка Рейна, видимо, в том, чтобы выиграть противостояние по воздуху Но вы знаете, сейчас ощущение, что эта задумка совсем не работает Потому что если один протас вложился в пять Фениксов А другой протас в семь Фениксов То в итоге получится так, что у второго протаса останется четыре Феникса А у первого не останется вообще ничего И он будет в дураках Вот примерно такая ситуация сейчас может возникнуть Рейн начинает драку по воздуху Подходит наземная армия партинга Партинг недомикривает Отдает двух Фениксов на ровном месте И знаете, только что ведь ситуация по воздуху выровнялась А в это время еще и дома у партинга могли возникнуть определенные проблемы Но как раз только вылетевший Феникс помог красиво разобраться в ситуации Сколько Фениксов у красного протаса? Пять на шесть в данный момент получается Но это уже не четыре на семь, которые были буквально только что И сейчас-то как раз интересная довольно ситуация Вот все будет решено, мне кажется, в воздушном сражении Если по воздуху сейчас побеждает Рейн, то это конец для партинга Он не пробьет здесь оборону соперника А вот если по воздуху победит партинг То для него будет это отличным заделом Чтобы забрать вторую базу У соперника поднимается иммортал Партинг тут же пытается подраться по воздуху Но как-то очень слабо партинг микрит Фениксами В хлам его перемикривает Рейн Куча пробитых Фениксов Посмотрите, как же здорово Только что партинг все-таки сумел добить красного Феникса И что теперь получается Теперь уже 5 на 3 в пользу партинга Но у партинга нет Нексуса У Рейна уже Нексус начинает добывать 28 рабочих на 25 Доварпывается куча сталкеров Чтобы помочь Рейну именно в воздушной баталии Партинг здорово перехватывает дотекание соперника Дотекание именно в лице Феникса Который попал на Фениксов партинга Возвращаются свои Фениксы у Рейна Ошибка это или тонкий расчет 3 Феникса на 2 сейчас Но может остаться так, что останется 3 на 0 Потому что еще один Феникс у партинга подлетает 4 на 0 в данный момент Все-таки доминирование по воздуху будет за партингом Теперь сможет ли он из этого что-то излеть 4 на 1, кстати, все-таки справедливости ради Лимиты абсолютно равны Кажется, что это преимущество по воздуху ничего не дает Потому что Фениксы все равно не убьют сталкеров Но это обманчивое ощущение Потому что зилоты партинга теперь будут работать очень здорово И связка Фениксы плюс зилоты, как вы возможно помните По микроторнаменту, очень здорово справляется со сталкерами Даже если у всех есть блинг, вполне реально Пытаться что-то противопоставить блинг сталкерам А уж без блинга, тем более Фениксы с зилотами Чувствует себя великолепно Ошибается партинг, один Феникс отдан Очень близко был Феникс красными хитпоинтами к сталкерам соперника Но вот сейчас Фениксы нужны здесь и смотрите, что они будут делать Они сейчас будут просто поднимать часть сталкеров Не давая возможности Рейну нормально отступить Рейн это понимает, пытается объединить свою армию Ну вот, вот что происходит, посмотрите Все сталкеры подняты, кроме одного Рейн ничего не может сделать, со всех ног бегут его новые сталкеры Потихоньку сталкеры опускаются на землю Снова поднимает их партинг В этот раз уже по частям и Фениксы Рейна откуда ни возьмись Три Феникса у красного прота соберутся Когда он их успел подстроить? Что за волшебство? Но, опять же, сейчас 7 Фениксов на 4 Толком не подраться Рейну Какие качели продолжаются в нашем ПВП? Наступает партинг, заставляет Рейн отступить Если у Рейна оверчардж, непонятно Фениксы партинга начинают сражение по воздуху Минус один Феникс для Рейна У партинга по-прежнему есть весь его воздух Практически нетронутый Фениксы начинают помогать против зелков Еще один Феникс присоединяется к партингу Подходит пробка, чтобы поближе поставить прокси пилон 56 на 64 по лимитам Рейн впереди Но во многом это за счет рабовых 30 на 23 7 на 4 по Фениксам по-прежнему Фениксы партинга, посмотрите, полетели на мейн Чтобы забрать как раз лишних в кавычках пробок И тут же Рейн, понимая, что все плохо по экономике Резко идет вперед, чтобы забрать как минимум прокси пилон А может быть и этих сталкеров Отличное решение от Рейна Партинг откровенно не успевает к моменту сражения Он пытается забрать в воздух у врага Полностью у него это получается Остается на карте у партинга 7 Фениксов У соперника только один То есть партинг сохраняет полное доминирование по воздуху Еще один товар под протаса Йоу Флэш Вулс Тут огромное количество сталкеров Рейна Хватит ли партингу Фениксов, чтобы с ними справиться? Поднимаются сталкеры один за другим Пока что у Фениксов есть мана Партинг забирает всех сталкеров, кроме буквально парочки Еще нужна мана Фениксом Есть мана Еще минус сталкер Еще минус сталкер Партинг переворачивает игру Есть еще мана у Фениксов Минус сталкер Остается один единственный сталкер У Рейна у Фениксов закончилась мана Они отступают 45 лимита на 40 22 раба на 28 У партинга вот-вот закончится мейн Вот в чем его главная проблема У партинга нет второго Нексуса Поэтому у него есть только одна база Фениксы Фениксы пока живут Они полетели на мейн забирать новых пробок У Рейна по экономике ситуация все еще лучше Причем намного лучше Потому что мейн не истощается Часть рабочих качают на натурале Поэтому он может себе позволить определенные потери по пробкам Особенно с учетом того, что меньше маны Таким образом получается у партинга Для того, чтобы использовать ее дальше в сражении Поднимаются здесь пробки Можно было бы сталкеров поднять Но Фениксом откровенно не до того Партинг летит забирать еще рабочих 22 на 27 По-прежнему Рейн впереди Как же Рейн умудряется все время быть впереди по пробкам Несмотря на то, что Вроде бы партинг их постоянно забирает Появилась Сентриа Видит партинг Откуда приходит сейчас Рейн Мазершипко Уходит или нет? Уходит На красных хитпоинтах Еще и Форсфилд Блестящий от партинга Минус два сталкера Рейна Великолепно партинг играет Божественно партинг играет Находясь в диком минусе по экономике В течение всей игры Партинг чудеса творит И все равно ведь у Рейна По-прежнему все неплохо И смотрите Заходит незаметно для партинга Куча сталкеров Аверчатж тут же пошел Минус раз сталкер Минус два сталкер для партинга Новый Феникс подлетает Ну что ж он так странно Сталкера просто поднял Но в итоге именно этот сталкер У Рейна потерян Сейчас вернутся фениксы Сейчас вернутся вот эти самые фениксы партинга И Рейн просто отдаст всех этих сталкеров Он это не может не понимать Ему нужно драться Еще три сталкера подходят с другой стороны Здорово сейчас Рейн пытается зайти с двух сторон Но по-моему это бессмысленно Слишком много фениксов здесь Они просто все поднимают Они поднимают все Вы посмотрите что партинг вытворяет Какое пвп от партинга Какое пвп Все проиграл Рейн Рейн просто проиграл Он ничего не сможет сейчас сделать Против этой сокрушающей Машны фениксов Что есть у Рейна сейчас Что есть у Рейна Смотрите на потери Насколько больше сталкеров Насколько больше юнита Вообще Рейн потерял в этой игре Конечно насколько больше он добыл При этом Но тем не менее У партинга Мейн заканчивается Он пробок в атаку отправил В размен идет Рейн В элиминейт он будет играть Понимая что нет шанса В лобовом сражении Великолепное решение от Рейна Тут же партинг возвращает домой фениксов Понимая что это его главный шанс Нужно уничтожить армию Которая пришла в размен Нужно подраться под Фотона Верчаджем Пока он есть Но Рейн отступает Все таки от Фотона Верчаджа У Рейна тоже заканчивается мейн Еще один феникс у партинга появился Что делает Рейн Просто начинает пробками Драться против сталкеров И между прочим Неплохо это может получиться Если хотя бы два сталкера Рейн уничтожит То этот размен ему может быть сильно в плюс Еще сентря варпается Посмотрите как сильно пробиты Синие сталкеры Но в итоге по моему как минимум Нижний выживет Да и верхний имеет все шансы Не ту пробку фокусит Глупец сталкер Все таки дофокусил кого надо Видимо оба сталкера выживут Тем временем у партинга Еще какие-то деньги дома остались И даже может быть скоро будет мана На новый Фотона Верчадж Да будет 98-99-100 Есть мана на Фотона Верчадж Еще один Есть или нет Есть мана И полетели Фениксы Это победа Это победа для партинга Просто фантастика Просто непревзойденный партинг Сумасшедший контроль Фениксами Блестящая игра от синего Протоса Начинает он уничтожать этих сталкеров Одного за другим И Рейн понимает что он проиграл Рейн понимает что это 2-0 Невообразимая просто игра Я не знаю Я никогда такого ПВП не видел GG партинг 2-0 Боли